В последний раз православное Христос Воскресе и громогласное парадное Ура сошлись вместе в 2005 году. В этом году отказаться от Первомая в пользу Пасхи решили сразу несколько российских регионов. В нашем городе в канун таких больших праздников не верующие, не трудящиеся ссориться не стали. Православная Церковь осудила решение отменить первомайские демонстрации за Пасхи. У нас вообще никаких противоречий по этому поводу нет, поскольку крестный ход совершается на Пасху ночью. А демонстрация очевидна днем, но, естественно, люди, которые пойдут на демонстрацию, это их личное дело, никакого отношения это к вере не имеет. С другой стороны, конечно, верующие люди, которые акцент делают именно на пасхальные торжества, вряд ли потом пойдут еще на какие-то мероприятия. А сегодня большинство россиян радуются этим дням вовсе не от желания пройтись в демонстрации, а скорее от возможности поехать на дачу, отдохнуть немножко, подышать весной. И на самом деле это замечательно, конечно, но никакого отношения к тому наполнению, которое вкладывали в этот праздник раньше, здесь нет. Таким образом, в Рязани 1 мая состоится сразу два праздничных шествия. Православные в честь Пасхи пройдут по центру города с благодатным огнем, а местные коммунисты устроят первомайскую демонстрацию. А они не противоречат? Я не считаю, что не противоречат. Более того, патриарх Кирилл тоже не считает, что противоречит. Он недавно выступил с этим заявлением, что он не одобряет запрет первомайской демонстрации. То есть вот такое мнение, я его тоже поддерживаю. Да никак не противоречат. Нормально все это. Все идут к Богу. Все. На 1 мая это раньше были, в советское время, безбожники и так далее. Вот, а сейчас все. Люди как бы разные, верующие. Они идут на крестный ход. Я даже не могу вам ответить. Но мы на демонстрации идем от работы. Крестный ход – это вообще наша религия российская. Мы обязаны даже, наверное, там присутствовать. Также и первомайские праздники. Мы все патриоты своей страны. Что касается истории праздника, на сегодняшний день он уже не имеет политического характера и приобрел новое название – День весны и труда. Несмотря на то, что традиции праздника изменились, как, впрочем, и его название, предвкушение первомайских праздничных дней остается неизменным. Ведь для большинства и демонстрации Пасхы в этот день пройдет на грядках и в огородах.